Технологии упираемся, мы этот проект не делаем. Вот я сейчас покажу, почему. Некоторые проекты, которые здесь, они упираются в технологии. И все, технологий таких нет, такой проект делать нельзя. Потому что мы должны создать новую технологию. А чтобы создать новую технологию, нужно очень много денег. И, соответственно, у нас круг замыкается, и все. Конечно, хотелось бы, чтобы космос двигал прогресс технологий. То есть все, что сейчас у нас в космосе, через 20-30 лет оно будет на Земле. И мы этим будем пользоваться. Многое из того, что в космосе побывало, впервые было сделано для космоса, оно пришло на Землю. Вот липучки там, например, там тефлоны, что-то еще. Это все оттуда. Это такие интересные примеры из американской лунной программы. Из наших я там не назову, но есть. А, ну вот что-то есть из Бурана. Я вот не помню точно конкретно, но из Бурана тоже очень много пришло в обычную жизнь. Мы можем этого не знать, что мы что-то используем. На самом деле это было для того, чтобы Буран запустить. Придумано. Нет? Нет? Куда? Не работает. Все, сломал. Ладно, пока не работает, что-нибудь еще расскажу. Я вот сегодня с утра тоже что-то читал, поменьше аудитории, час 20, и я там рассказывал про энтропию. Вообще сейчас очень интересные вещи делают. Ну вообще, вот слышали о такой компании, как SpaceX? Кто-нибудь слышал? Ну вот. На самом деле все думают, это крутая инновационная компания, делая все что-то такое прямо необычное. Я немножко поразбирался в теме, и оказалось, что эта компания как раз таки инновациями не занимается. То есть Илон Маск не делает ничего инновационного, потому что менеджмент внутри компании, я вот разбирался в структуре менеджмента внутри компании, как управляется компанией, какие люди за что отвечают. Это очень интересно, когда организационную структуру осматриваешь, ты сразу понимаешь, как вообще работает компания любая. И как раз таки SpaceX не является инновационной компанией. То есть если мы возьмем любую компанию из кремниевой долины, да, там какой-нибудь, ну, софтверную какую-нибудь, как говорят, то мы там увидим инновации, да, там какой-то менеджмент такой гибкий очень. А вот SpaceX все как бы более-менее стандартизировано. То есть там есть рабочие группы, там есть отделы научные. То есть все так построено, что мы работаем с чем-то старым. Почему? Потому что двигатель Merlin, да, который для Falcon используется, он разрабатывался в NASA 70-х годов. Ну и сама ракета Falcon, она не является совершенством каким-то, или там венцом технологии. То есть это обычный ракетноситель на кислород керосине. То есть двигатель тоже обычно открытого цикла, который не является инновацией. Единственное хорошо, то что он надежный. То есть его мы поставим 27 штук на Falcon Heavy, и эти 27 двигателей отработают. Вот в чем была проблема, например, с N1? Слышали о таком ракетносителе, когда Королев делал ракетноситель для лунной программы Советского Союза. И в ракете носителей N1 было около 30 двигателей на первой ступени. 33, по-моему. И эти двигатели могли работать несогласованно. Вы представляете, что такое 30 двигателей, которые должны запуститься одновременно и одновременно выключиться? Причем тяга у них должна быть одинаковая. Это очень тяжело согласовать. Проект не было заложено портового центрального вычислительного модуля, который позволил отрегулировать все эти двигатели. И когда ракетоноситель уже готовили к старту, уже готовили к испытаниям, этот БЦВМ, так называемый, уже был придуман. И, соответственно, внедрить его уже в существующую ракету невозможно было. Это надо было все переделывать. Поэтому не стали, поэтому, к сожалению, из-за несогласованности работы двигателей в некоторых случаях, в некоторых случаях отказа системы аварийной, которая должна гасить эти двигатели, ракета не работала. У Маска сейчас есть преимущество, потому что очень сильно развились информационные технологии, вообще визуализации, 3D-моделирование, 3D-принтинг. Все что угодно можно сделать вообще ракету старую, которую в 70-х годах делали, сейчас дешевле. Но протон наш все равно дешевле получается, чем фалькон. Вот когда фалькон научится сжать на платформу, первую ступень, возвращать обратно, тогда фалькон будет дешевле. Ну, это, наверное, будет через 5-7 лет, возможно. Вот я бы хотел начать презентацию с проекта Венера-Д. Этот проект мне, в принципе, дорог, можно сказать, потому что, когда я начал интересоваться тем, что же у нас в России делают, и куда же Россия летит, мне попался на глаза проект Венера-Д. Я узнал об этом, когда посещал лекции для лекторов, были такие в московском университете, их вели для лекторов московского планетария. Я туда ходил, ну, слушал, как вообще лектор должен рассказывать, что рассказывает, какие слайды показывать, вот, там все это, и обучать нас еще. И главный лектор, у него, его супруга, она работала над этим проектом, она была директором этого проекта. Я говорю, а можно мне принять участие? Я вот студент мой, хочу вот строить ракеты. Я вот всю жизнь мечтал строить ракеты, хочу вот вместе, там, со всеми строить Венеру-Д. Они говорят, да, пожалуйста, вот звони, там, добиваются встречи. Я позвонил, встретился, то есть, ну, почти уже встретились, все, уже обрадовался. И тут мне звонят, говорят, что извините, но проект перенесли на 2024 год. Вот, осталось еще 10 лет ждать, вот, скоро его запустят через 10 лет, а может, не запустят вообще. А почему Д, да, что-то никто не догадался. Вот, как думаете, почему Т? Кстати, хороший вопрос, может, книжку даже. Венера-Д. У кого нет предположений? Потому что АББ уже летает. А? АББ уже летает? Нет, неправильно. Абб, просто нет? Не совсем. Долгоживущий. А, смотрите, значит, ай. Да, все-все-все, уже ответили, вот тут, да. Ну, это, пока, подождите, я еще вам несколько вопросов задам, потом выберу. Вот, да, это Венера-Долгоживущая. Почему долгоживущая? Потому что этот аппарат космический, который планируется к полету в 2024 году, вот, на самом деле, его планируют в 2003, в 2014, в 2007 перенесли в 2014, и, точнее, даже в 2003 планировали, что аппарат полетит в 2014 году, когда у нас было все хорошо, экономика росла, да, нефть дорожала, все было замечательно, и все думали, о, вот, в 2014 все будет хорошо. Потом пришел кризис, к сожалению, неудачный старт Фобоса, Фобос-Грунта, и произошла именно отмена, точнее, перенос сроков по этой программе, потому что Фобос-Грунт очень сильно влиял на вот все такие проекты, потому что большинство проектов построено на платформе, на которых полетел Фобос-Грунт, и поэтому с этой платформы должны были брать, ну, то есть часть другого проекта бралось с Фобоса, поэтому эти проекты все сразу перенесли, ну, и как бы удар по имиджу, и, в общем, все плохо стало. В 2009 году перенесли в 2017, уже тогда еще то Фобоса, Фобос-Грунт светал, хотел светать в 2011, а в 2015, соответственно, перенесли в 2024 год, то есть вот недавно буквально новость поет о том, что Венеру-Денна 1000 раз, чтобы его переносит, и, скорее всего, она полетит, да. Венера-Долгострой. Да, ну вот, новое, новое обозначение, да. Можно сказать, Долгострой, на самом деле не Долгострой, потому что есть этапы производства и даже этапы, ну, как бы, проекта, да. Сейчас проект находится в стадии НИОКР, или ОКР даже уже. То есть НИОКР – это научно-исследовательский и опытно-конструкторский работа, а ОКР – это уже опытно-конструкторский работа, то есть уже научно-исследовательные приведены, то есть знаем мы орбиту, баллистику знаем, то есть мы знаем, как мы будем лететь, какой должен быть аппарат, сколько он должен весить, сколько должно быть топливо примерно, и уже опытно-конструкторский идут. то есть уже готовится макет, уже что-то считается. И, соответственно, потом идет производство этого аппарата. Так как оно не серийное, его называют кустарным. Это кустарное производство. Любой космический аппарат, который не является протоном или союзом, это кустарное производство, в принципе. Даже протон-союз тоже, в принципе, кустарное производство, потому что делают там одну-две штуки в год. Это не как Хрущев, берусь, чтобы ракеты как шоссийские делают, но делали, да, но сейчас не делают в таком количестве. То есть военных делали, военных было много ракет, военного назначения. Но вот с Венеры не срослось. Но у Советского Союза все замечательно вышло с Венерой. Венера-13-14 передали кадры. Это единственный кадр, который с поверхности планеты. Больше мы не имеем других видов. Венера-D будет состоять из чего? Это не просто будет один аппарат, который будет летать вокруг Венеры. То есть этот аппарат сначала стартует с Земли, погасит скорость Земли, потому что он же вместе с Землей вращается с большой скоростью. А Венера, она ближе к Солнцу. Надо нам немножко сбавить, чтобы начать падать на Солнце. Мы начнем падать на Солнце, и, соответственно, войдем в гравитационный поле Венеры, и, соответственно, выйдем на орбиту Венеры. Выйдя на орбиту Венеры, этот аппарат будет иметь орбитер, лендер так называемый. Ну, я говорю просто на английских вариантах хорошо. Я посадочный модуль, орбитальный аппарат, и два зонда, которые будут, точнее, даже не зонда, а, можно сказать, эти, как же, дирижабли. Такие два дирижабли, которые должны парить, можно сказать, в атмосфере Венеры. Так как атмосфера Венеры очень плотная, то на высоте 50-60 километров для этих зондов будет вполне приемлемо давление, то есть архимедовая сила будет вполне приемлемая, соответственно, мы можем парить там спокойно, или там снижаться на какую-то высоту, или там увеличить высоту. Для исследования состава атмосферы и вообще там для исследования различных эффектов происходящих в атмосфере, как молнии и прочих. И будет посадочный модуль. Вот Д, как раз таки, это долгоживущий посадочный модуль. Как думаете, сколько он проживет на поверхности Венеры, этот модуль? Большую. Неделю? Очень большое место. Пару часов, да, до полутора часов. На поверхности Венеры, напомню, давление 100 атмосферы, температура 500 градусов по Цельсию. Кислотные дожди, ну а кисла не долетает до Земли, до венерианской Земли, она испаряется. Соответственно, там условия очень тяжелые для любой техники. И сейчас нет у нас возможности технической в мире сделать вот такой аппарат, который бы полтора часа продержался. Аппараты Венеры, 13, 14, они держались, по-моему, врать не буду, ну минуты, то есть десятки минут максимум. Может 20 минут, где-то так. То есть это был предел. Даже, по-моему, даже несколько минут. И будет микроаппарат, который будет сбрасываться с этих самых дирижаблей. Он тоже, по-моему, очень недолго живущий. Но в целом схема вот такая. Ну тут не очень хорошо видно, наверное. Но смысл такой, то что орбитальный аппарат, он будет один из самых больших, то есть массовый будет 100 килограмм. Дальше будут два вот этих баллон, так называемые, ну такие шары, которые будут парить в атмосфере Венеры. Это предполагается. И, соответственно, будет микропропс, это вот маленький посадочный модуль, да, и лендер, то есть который... А, ну то есть вот микропроп, вот этот маленький посадочный, маленький модуль, он будет бросаться из этих самых дирижаблей и, соответственно, в атмосфере Венеры что-то изучать. То есть приземляться он, скорее всего, не будет, потому что для него нужно оболочку делать плотную. Поэтому вес его очень много. Тут он весит 2 килограмма, соответственно, понятно, что оболочки сплотной для него не будет. То есть из таблицы видно, что 2-килограммовый модуль мы не сможем посадить на поверхность, потому что просто раздавит, да? А лендер вам только для спорта грунта или что-то еще будет? Грунт не будет собираться. Тогда чем? Будет изучаться вообще... Сначала будут фотографироваться поверхностные венеры. Ну как? Будет, скорее всего, проводиться съемка поверхностных венеры для изучения деятельности на поверхности венеры. То есть вулканической деятельности и прочих вещей. То есть именно для этого, для более подробного изучения. Забор грунта, по-моему, не планируется, потому что это довольно сложная операция, тем более еще на венере. Слушайте. Я на самом деле так скажу, что вот это все, это концепт. Это, например, вот эта таблица, она прошлогодняя. То есть сейчас мне неизвестно, что там внедрено. То есть идет пока переборка инструментов. То есть мы не знаем, чем конкретно будет заниматься аппарат, когда он туда долетит. То есть когда его уже будут посылать в полет, тогда мы будем знать, какие инструменты стоят. Вообще, на Фобос грунте, например, планировалось поставить 10, по-моему, или 15 исследовательских инструментов. Это перебор. Потому что много инструментов, много точек отказа. А на, например, нормальной какой-то миссии, ну, как нормальной, ну, которая летает, работает, там 5-6 исследовательских инструментов, может, 3-4. То есть немного. Здесь, скорее всего, будет, я точно не знаю, что здесь будет, потому что информации об этом мало, крайне мало. Я точно знаю, что будет телевизионная аппаратура, будут две камеры высокого разрешения, или одна, по-моему, камера высокого разрешения, соответственно, ну, навигационные камеры и, соответственно, датчики, которые будут на поверхности виниры измерять там давление, температуру более качественно, более долго. То есть какой-то больший период времени захватить. Не как в Советском Союзе. Там было там 2-3 минуты, он сфоткал, замерил, и все. И сигнал пропал. То есть будет больше по времени. То есть мы сможем какие-то периодические процессы, возможно, увидеть. Вот. Да. Ну, это уже про другой аппарат. Ну, в общем, с Венерой пока все очень плохо, потому что нет технологий в мире, которые способны были, сдерживать такое давление температуры. И еще и кислотный состав. Как только появится, начнут разрабатывать аппарат. Один посадочный модуль. Но его тоже, по-моему, отменили. То есть сейчас все идет к тому, что идет перенос сроков. Вот, например, программа, федеральная космическая программа Роскосмоса, которая формируется на 10 лет вперед, она сейчас с 2016 по 2025. Она еще не сформирована точно. Потому что, когда мы формируем программу, мы закладываем туда бюджет. Мы должны знать, что этот аппарат вот такого-то числа, там, такого-то месяца, такого-то года прилетит. Потому что для полетов, например, на Марс, да, у нас есть определенные окна старта, стартовые окна. Мы не можем аппараты на Марс запускать каждый год, например, или каждые 5 месяцев. Мы можем запускать аппарат на Марс раз в там 2 года. Не чаще. Нет, можем, конечно, чаще. Если у нас очень мощный ракетоназитель, нам не важно, там, какая траектория, но мы запустим, и аппарат долетит. Но время, конечно, его будет, полета, больше. Обычно до Марса полет составляет 9 месяцев. По самой такой простой, самой наименее энергозатратной траектории, это Гоумановская траектория. Гоуман был такой человек, он придумал перелет двухимпульсный. То есть здесь импульс дается на Земле, и на орбите Земли аппарат стартует, летит до орбиты Марса, входит на орбиту Марса, дает тормозный импульс. И все. И аппарат на орбите Марса. Очень простая траектория. Вот, кстати, будет фильм, по-моему, «Марсианин». Они там, я не знаю, я не читал книгу, но суть там такова, что они сначала с Марса вернулись на Землю, потом на Землю покрутились, и обратно поделили на вас. Такое нельзя сделать сейчас. Если у вас нет каких-то ядерной установки, или там термоядерной установки с ионными двигателями, а если у них еще ионные двигатели были, то они должны были туда лететь годы, потому что пока мы на ионных двигателях разгонимся, пока дадим, ну, определенную скорость наберем, мы же очень медленно будем стартовать. Вот, и, соответственно, на ионные двигатели, но если эти ионные двигатели мегаваттные, тогда, может, мы долетим за 40 дней туда. Не знаю, сколько там миссия-то длилась. То есть, я вот поэтому и хочу сходить на фильм, посмотреть с точки зрения инженера, как оно вообще возможно или нет, они вот там спроектировали верно или нет. Вот, вы тоже сходите, посмотрите, обратите внимание, как этот перелет осуществлялся, сколько времени тратили они, как они вообще летали, по какой траектории. Вот, потом придите домой, посмотрите там в книжках или в интернете, как вообще осуществляется такой полет, сколько он занимает времени. Возможно ли такое вообще? Вот, ну, с Венерой все понятно, я еще вернусь к нашему аппарату, Боскосмос. А, теперь Юпитер. Вот, на Юпитер летит Юнона аппарат в 2016 году. Все-таки, почему я назвал перспективный, да, и вот внес аппарат, который уже есть. Он уже есть, он летит. Кстати, забегая немножко вперед, вот у меня есть сайт, в РС Плута, инфа, может быть, кто-нибудь знает. Я там делал, можно сказать, прямую трансляцию пролетой новых горизонтов. За сутки сайта посетило около 80 тысяч человек, за пиковую нагрузку, у меня даже сайт упал. Ну, всего 250 тысяч посетило, то есть вот за несколько дней, когда вот был пролет. Там я выкладывал материалы в реальном времени, и, соответственно, вот тут был небольшой код написан, который позволяет отслеживать там в долях секунды пролет, вот этого зонда около Плутона. Вот я сейчас планирую сделать такой же сайт по миссии Юнона, которая в 2016 году у Юнона выйдет на орбиту Юпитера. И говорят, что снимки будут разрешением до 3 километров на пиксель с Юпитера. Даже может быть и четче намного. То есть представьте, вы сейчас вот, если в интернете видите какие-нибудь красивые изображения юпитерианские, это вот сняты они Бояджером, потому что там больше ничего и не было. Там еще, по-моему, Пионер пролетал, точно не помню, но Бояджер самые красивые снимки сделал. И они в разрешении там несколько километров на пиксель, там будут десятки. А тут разрешение будет десятки раз выше, соответственно, камера лучше намного и цветопередача будет лучше. И в 2016 году, по-моему, в июле 5-го числа этот аппарат выйдет на орбиту Юпитера. Почему я сюда его включил? Это, кстати, снимок с 2014 года, когда аппарат сошел в гравитационный маневр вокруг Земли. То есть сначала аппарат отправили туда, к Юпитеру, он чуть не долетел, вернулся обратно, совершил гравитационный маневр вокруг Земли и отлетится теперь обратно к Юпитеру. Так быстрее, чем просто до Юпитера долететь. Почему так? Потому что мы совершаем гравитационный маневр, мы забираем энергию немножко у Земли и даем ее аппарату. Аппарат немножко быстрее начинает лететь, потому что он совершает такой оп, и за счет вот этого мы дельту какую-то добавляем, дельтовые скорости аппарата, и этот аппарат может еще с большей скоростью улететь дальше. А если мы аппарат вокруг Юпитера сделаем вот так вот, оп, вот такой, гравитационный маневр, то мы можем поменять вообще плоскость орбиты аппарата, плоскость траектории аппарата. То есть аппарат может лететь вот так вот в плоскости, в плоскости клиптики, где все планеты вращаются, а потом вот так вот полететь вверх, влететь в другой системе, например. То есть Юпитер очень большую скорость придаст аппарату, точнее, но мы мы Юпитер заберем чуть-чуть энергии. Так как Юпитер большой, ему все равно, так как и Земля, в принципе. Гравитационный маневр может совершать даже Луны. У Луны хорошо, Луна маленькая, компактная, тяжелая, мы очень близко можем к ним подлететь. Мы очень хорошо можем импульс дать скорости и уйти. Ну не импульс скорости, а просто для приращения скорости добавить. Мы не даем импульс. Есть еще, конечно, с импульсом. То есть когда мы летим, космический патр летит вокруг Юпитера, например, и в этот момент включает двигатель. Это еще лучше. Это еще больше дает дополнительную пара скорости. И с помощью таких гравитационных маневров можно путешествовать по Солнечной системе. Вот когда в 80-х годах Voyager стартовал, как раз-таки было такое условие, что планеты все крупные выстроились в одну линию практически. Ну это не парад планет был, а просто они в таких положениях находились, когда было очень здорово взять, например, вокруг Юпитера, вокруг Сатурна, вокруг Урана и Нептуна, дать гравитационные маневры и хорошо-хорошо около них так раз-раз-раз пролететь и всех их заснять. Такое случается раз в десятки лет. Поэтому очень важно было миссию отправить. Сейчас такого не было. Сейчас вот новые горизонты отправили к Плутону. Стартовали они в 2006 году, полетели в 2015. То есть раз в 9 лет. Почему так? Потому что сейчас запустили его с помощью очень мощной ракеты-носителя, по-моему, Atlas V. Время, да? Беда? Да? Все? Все, вышло время. 20 минут. 20 минут прошло? Осталось 20 минут. А, осталось 20 минут. Хорошо, я сейчас потороплюсь. В общем, это фотография 2013 года. Почему я выбрал именно вот этот аппарат, чтобы рассказать о перспективных технологиях? Потому что на этом аппарате стоят солнечные батареи. Это первый в истории космический аппарат с солнечными батареями, запущенный на орбиту Юпитера. То есть до этого солнечными батареями никакие аппараты не запускали. Дальше Марса. Потому что там поток солнечного излучения, солнечная постоянная, как называемая, поток очень маленький. И мы не сможем с солнечной батареи взять необходимую энергию для функционирования аппарата. А здесь можем. То есть здесь сделали очень эффективные солнечные панели, и поэтому это довольно-таки перспективная разработка. Сейчас... да. То есть СЕК это спутники, искусственные кипитеры, они на РИТЭКах? Да. Все, что было до этого запущено на РИТЭКах, и в том числе Новый Горизонт. РИТЭК это радиозатопный термоэлектрический генератор. Это когда у нас есть плутоний, оксид плутония, диоксид плутония. Он в таких маленьких таблеточках, шариках. Мы эти шарики загружаем в вампулу, в вампуль есть маленькое отверстие, клапан небольшой, потому что плутон, плутоний, он распадается. У него происходит альфа-распад. А что такое альфа-распад? Это когда у нас выделяется гелий. Соответственно, гелий заполняет этот цилиндр, ну и, соответственно, при распаде выделяется энергия. И гелий заполняет этот цилиндр. И давление внутри цилиндра большое, и у нас клапан выпускает, выпускается. Когда ракетный телец стоит на старте, туда еще не загружен этот РИТЭК с топливом. Там загружен только сам РИТЭК, то есть сам этот генератор, а топливо загружает прямо на старте, когда ракета отправляется в космос. Потому что если мы будем загружать не на старте, то у нас уже пойдет время, ретег живет 10 лет, то есть за 10 лет у нас распадается все, что дает энергию, то есть весь плутоний, весь оксид плутоний распадается в этом ретеге, и все, и аппарат уже не может получать энергию. Ну вот, допустим, войнеры летят уже 30 лет, и энергии есть, там какая-то энергия небольшая, там 20 ватт хватает, чтобы отправить нам сигнал. А сейчас аппараты на совмещем панелях уже летают до Юпитера. Кстати, следующая миссия, которая планируется к Питеру после Джуна, она тоже будет на солнечных панелях. Но там, конечно, размер солнечной небольшой. Вот тут представлен, потому что автобус, ну это американский автобус, ну представьте, что у нас большой какой-нибудь там Лиас, то есть это размер вот этого Джуна, то есть это центр, это аппарат, а вот это секция этой солнечной панели. То есть размах там 20 метров, ну это довольно большой. Вот, а вот тут такая перспективная вещь интересная, я назвал ее мечтать невредно, потому что тут все хорошо. Тут термоядерная установка, тут ионные двигатели мощные, которые там в десятки раз мощнее, чем... Такой не засунуть сверкет. А? Такой не засунуть сверкет. Вообще нужно засунуть. Смотри, какой обтекатель. Дело-то в обтекателе, мы можем это сложить, а потом там разобрать, или можем там соединить все это на орбите. Мы можем вывести под обтекателем очень большой, довольно-таки массивный объект. Вот радиоастрон, например, выводили по обтекателю, правда его складывали, но все равно, то есть, зависит от обтекателя головной части ракеты. То есть мы можем большое сделать. Есть вот ракеты, вы видели, да, обтекатель большой, а сама ракета узенькая. То есть верхняя часть большая, а ракета узенькая. Какого-то атласы. Кстати, атласы, они самые эффективные. У них отношение полезной нагрузки, выводимой на орбиту, собственно, массы ракеты, самая высокая в мире, 5%. Американцы смогли достичь этого, использовав наши двигатели, российские. То есть, если мы возьмем российский двигатель и американский корпус, мы создаем самую лучшую эффективную ракету в мире. Если мы только объединяемся, мы создаем самую лучшую. Если мы не объединяемся, мы не сможем создать что-то лучшее, потому что это очень дорого делать в одной стране. Соответственно, полет на Марк будет эффективен только тогда, когда мы соберемся все вместе и полетим. Вот тут аппарат, вот видите, такие вот угольные крылья, это скорее всего, я не знаю, потому что я не нашел информацию по этому аппарату вообще, это скорее всего радиаторы, которые будут сбрасывать лишнее тепло с термодерной установки. А вот эти 4-8 таких синеньких вещей, это у нас ионные двигатели, мощный ионный двигатель, которые дадут тягу, ну, с несколько сот килограмм, может быть, даже будет силы. То есть эта тяга будет достаточного высока, чтобы быстро очень разогнать аппарат и за короткое промежутное время доставить его до Юпитера. Но, к сожалению, этот проект отменили, потому что финансирование нас сократили. Вот. Этот проект отменен. Но, если когда-нибудь деньги появятся, у нас они обязательно к этому проекту вернутся, потому что это единственный способ очень быстро и эффективно летать по Солнечной системе. Вообще, жидкостные ракетные двигатели, которые используют на всех ракетно-носителях в мире, они эффективны до орбиты Марса. Дальше орбиты Марса неэффективны. Мы должны использовать какие-то другие двигатели, например, ионные там, да, вот, соответственно, или там термоядерный вообще двигатель использовать. Ну, не термоядерный, а вообще ядерный двигатель использовать. Вот. Я не буду дать подробностей, вы смотрите в интернете, там конструкция не очень сложная. Вот, как выглядит этот тест. Соответственно, стоимость проекта 16 миллиардов долларов. Не так уж и много, да, не так уж и мало. На самом деле, стоимость проекта, например, проводимого телескопа на орбиту современного, там 7-8 миллиардов долларов, да, тут чуть-чуть добавить 10-10 миллиардов, и можно вот такой аппарат создать. Это тест его на двигателя. Вот, а это вот знаменитый, да, из такая песенка советская старость, «Каждый 100 граждан дал мне по рублю, да, то я бы тогда мог купить себе, что я захочу». Вот НАСА, они тоже призывают к тому, чтобы люди поняли, что если мы достигнем одного процента, то есть они, американцы, у нас это немножко другая ситуация. У нас деньги на расходство взеляют государство, и поэтому им все равно, сколько этого выделяют. Они взеляют каждый раз одинаковую сумму, ну, что-то там добавляют. Вот, а в НАСА это все зависит от Конгресса, как решит, какой бюджет принять, вот. Поэтому общественное мнение может как-то влиять. И вот, видите, вот пик, да, это Аполло. Видите, тут 4% бюджета. 4% бюджета США заняла космическая программа, ну, на полет на Луну, да, а сейчас примерно 0,5-0,4 даже. Видите, с 90-го года снижение идет масштабное. Вот. То есть бюджет НАСА сильно урезается. Я сначала подумал, что, наверное, просто бюджет США растет такими темпами, но рост есть, да, у них есть развитие, но не такими темпами, что прямо снижение бюджета НАСА. То есть тут надо посмотреть, конечно, какая есть корреляция, но я думаю, что все-таки бюджет НАСА урезает. Потому что я посмотрел, раньше были цифры 18,5 миллиардов долларов в год НАСА. Сейчас 16,5, 16,7, то есть урезали. И вот эти 2 миллиарда долларов – это аппарат Curiosity на Марс. То есть понимаете, да, то есть это мы дополнительную миссию на Марс можем отправить. Или, например, там еще что-то. То есть это очень сильно влияет на вот эти миссии все. Вот. Будет еще такая миссия, как Juice. Это Jupiter, Icy Moon Explorer. А на Юпитере 4 спутника галилеевых, все знают их, да? Ио, Калиста, Европа и самый главный там – Галилей. Ганилат Сатурн. Ганимед. Вот. На Ганимеде говорят, возможно, жизнь есть. Раньше говорили, что на Несалате жизнь есть, сейчас говорят на Ганимеде. Нито не знает, где жизнь есть. Под льдами. Под льдами, да. Там, вероятно, есть вот такое, видите, справа картинка. Вот там, это Ганимед в разрезе. Ну, не в разрезе, конечно же. Это просто моделирование. В зависимости от того, как сильно колеблется Ганимед, да, понимаешь, насколько там может быть водичка внутри. То есть если там, если он сильно колеблется на орбите, то, значит, вода внутри, значит, ну, как вот яйцо там сырое, да, болтается. И наши планируют вот такой вот чудо-аппарат «Лаплас-П». А что такое «П»? Видите, наши загадками всегда говорят. Подводный. А? Подводный. Нет. 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 То есть первый. А? Первый. Нет. Прекрасный. Да ну, что? Что, прекрасный? Красивный. Да ладно, нет. Ну, «П» что такое? Первый. Посадочный. Посадочный, да, молодец. Посадка. «Лаплас-Посадка». В общем, все просто, но все логично. «В» — Венера, «Д» — Венера — долгоживущая. «Лаплас-Посадка». Все. Вот. Наши планируют сражать. Ну, наши всегда у нас цели амбициозные, а на самом деле для этих целей выполнения нет технологий. Потому что, чтобы посадить «Лаплас» на генемет-спутник, надо еще то его доставить. Я, кстати, видел траекторию, которую институте прикладной математики Килдыша запрограммировали для полета вот к этим спутникам, к Юпитерианскому, она очень тяжелая траектория. То есть траектория выхода на… «Ладно, мы летим к Юпитеру». Знаете, как Юпитеру теперь лететь, да? Поняли? Да, сначала мы летим к Юпитеру, а, к Марсу летим, потом к Земле, потом снова туда. Да, то есть у нас такая вот траектория раз-два, через Землю. То есть Земля поступает в качестве такого пыляющего этого, то есть она гравитационную маневру осуществляет аппарат лобовы в Земле. Вот, и мы летим туда. А там надо еще разобраться с четырьмя лунами и с самими Юпитером. Это очень тяжелые расчеты. Я вот видел видео, как институте Килдыша решили эту проблему. Под классическую музыку 8 минут идет рассказ о том, как траектория выхода на орбиту. То есть траектория, она вот такая, вот такая, вот такая, вот такая, вот такая вот красивая, там, с завитушечками. То есть это только расчет. То есть представляете, сколько работ надо еще по самому спутнику сделать. Это очень тяжелая работа. Вот, и в мире такое никто не может пока, к сожалению. Вот. Гюйгенс сажали, но Гюйгенс сажали на Титан, и там немножко данные получились, ну, обрывочными, хотят еще сажать туда. Вот. Вот, вообще с Submarine Титанца. Все, да? Плохо, да? Еще сколько осталось? 8. 8 минут. Вот, сейчас у меня осталось еще 8 слайд, как раз, 10. Вот. Нет, не буду каждый слайд по 8 минут рассказывать. Ну, вообще, что такое, что наши хотят отправить в Аплас-П, американцы хотят отправить свою миссию. У этой миссии что будет интересно? Я написал DVD рипси у Питера каждый день. Да, у них будет очень хороший канал. Каждый день будет 1,4 гигабайта информации поступать у Питера. Это уже другая миссия, это не Джуна. У нас сейчас летит следующая миссия, которая планируется. Почему ледяные? Потому что под льдом может быть океан, в океане может быть жизнь. Нам надо исследовать, есть ли там океан. Соответственно, дальше поиск воды, но и в 2033 году он туда полетит, надеюсь. Я тут даты, с вашего позволения, не буду, наверное, указывать. Я тут не указываю практически, не идет дата, потому что это все спекулятивный момент. Даты могут переноситься. А Аплас-П, погорели? Вот, есть еще на Марсе гейзеры. Слышали, наверное, да? Слышали? Вот. Да, говорят, что это гейзеры виноваты в том, что вот такие красивые картинки у нас на Марсе. Вот такой механизм действия гейзеров. Очень просто. Солнышко нагревает. Метр под поверхностью у нас находится газ с пылью. Этот газ с пылью, СО2, вылетает из трещин. И у нас получаются вот такие красивые картинки на Марсе. Это гипотеза. Никто гейзеров еще не видел. Есть такой аппарат. Это единственная картинка, она 200 пикселей была, но на свете у нас больше никаких картинок нету в интернете. Ну, может, вы найдете, вам повезет. Называется Марс гейзер хоппер. Понятно, да, что такое хоппер? Это такой попрыгунчик. То есть он сядет, посмотрит, если гейзеры нет, дальше прыгнет, посмотрит, если гейзеры прыгнет, все, наверное, висимо заканчивается. Потому что у него топливо, которое для прыжков вот этих, там однокомпонентное топливо, гидрозин. Его там мало, его хватит только на два прыжка. И все, к сожалению. Но этого хватит, говорят, что он сядет в Южном полюсе, и там гейзеры могут быть. Вот этот аппарат будет исследовать гейзеры. Дата старта, ну, 20-е годы. Хотя сначала говорили, что 16-й вообще. То есть в следующем году, говорят, запустят. Не знаю, но картинок нету, я не знаю, что-то я не верю этим данным. В общем, вот такая миссия есть перспективно интересная. Вот, я хотел вообще, я-то астрономией занимаюсь, а не планетологией. И хотел поговорить о Евклиде, проекте ЕСА, Европейского космического агентства. Этот проект очень интересный. Это телескоп, который запустит, его обещают запустить, по-моему, в 2019 году. Опять-таки, говорю, что так они варьируются. В разных источниках разные даты. Это что такое? Это что-то мегапикселей камера. Там 6 камер будет, каждое по 100 мегапикселей. Представляете, да, у вас в фотоаппарате, например, там 20 мегапикселей, это очень хорошо. А тут 600. Это измерение всей галактики, будто измерены до Z2. Z2 — это возраст Вселенной примерно 3,7 миллиарда лет. То есть сначала возраст. То есть галактики на ранних стадиях. Ну, не совсем ранних стадиях, но это галактики, которые у нас сейчас очень далеко находятся. Он измерит все эти галактики, измерит все их спектры у 50 миллионов галактик, измерит 10 миллиардов объектов, у миллиарда объектов измерит гравитационное красное смещение и будет обозревать 15 тысяч квадратных градусов неба. Сколько у нас всего неба квадратных градусов? Хороший вопрос. Сколько? 260 на 260. Ну, считайте. У нас математика. С вами математика же будет следующий. Готовьтесь. Давайте. 29 тысяч часов. Нет. Ну, ладно, короче, этот вопрос хороший. Подумайте, как-нибудь потом узнаете. Ну, в общем, 15 тысяч квадратных градусов. Я скажу, что это внушительная часть неба. Ладно. 41 тысяча 250 квадратных градусов у нас. Все. Небо. И вот, соответственно, он будет обозревать 15 тысяч квадратных градусов. Это очень большая часть неба. То есть треть неба, он охватит. Это очень здорово. Этот аппарат будет просто фотографировать галактики. Снимать их спектры. На основе этого мы поймем, что такое темная материя и темная энергия. Надеюсь. Потому что, если мы изучим все спектры галактик, мы узнаем, куда галактики движутся, и как они взаимодействуют. И как вообще излучение проходит через галактики. И мы поймем, есть ли темная материя и темная энергия. Ну, конечно, она, скорее всего, есть. И поймем, как действует темная энергия. Насколько она сильная. Насколько точно нас модели этой темной энергии. То есть теоретически. Сколько они точно. Нам нужно все это проверить. Вот этот аппарат очень интересный. Я думаю, я буду ждать, когда запустится. Здесь все спектры, которые снимет этот аппарат, они будут в дальнейшем использованы для изучения другими телескопами. Вот. Я подошел к японскому радиоастрону. Слышали, наверное, наш проект радиоастрон? Ну, вот видите, как у нас плохо с пиаром в космосе. В общем, радиоастрон – это самое современное в мире, единственное в мире, занесенное в книгу рекордов Гиннесса, космическая обсерватория, которую запустила Российский Федерации в 2011 году, 18 июля, мой день рождения. Я, кстати, принимал, сбоку так стоял с главным конструктором, чертил кусочек зеркала, но это так. В общем, смысл такой, что наша радиоастрономическая обсерватория является самой лучшей радиоастрономической обсерваторией в мире на орбите. Это единственная радиоастрономическая обсерватория на орбите. Это тарелка 10 метров в диаметре, которая летает по орбите примерно 300 тысяч километров от Земли. По такой орбите, элитической. И, соответственно, передает данные на Землю. Поступает в качестве интерферометра. То есть тарелка и наземный телескоп работают вместе и собирают одну картину. Наблюдает за активными адрами галактики и ищет черные дыры. Есть научные результаты уже у радиоастрона. Иногда бывает в новостях, там, на нее новости показывают, что-нибудь рассказывают. Японцы до этого, до нас еще сделали свой. Но он у них был очень такой хиленький. Это был инженерный образец, назывался Халька. Этот радиотелескоп вращался по земной орбите. Просуществовал недолго, потому что он деформировался и деградировал. Нужно его спускать далеко. А сейчас вот они хотят делать VLBI, это Very Long Baseline Interferometer. В общем, это интерферометр со средней базой. В общем, смысл такой, что это радиотелескоп только очень большой. Потому что, если мы два радиотелескопа ставим вот там и там, то у нас база, то есть диаметр тарелки будет вот такой, как вот это все помещение. И, соответственно, если мы в космос одну часть отправим, то у нас будет тарелка размером как до орбиты Луны. Здорово же. Соответственно, японцы вот хотят такой строить новый. Желаем им удачи. К сожалению, с сокращением программы Jaxxon, японского космического агентства, этот проект свернули. Вы знаете, да, Япония, экономика японская стагнирует, да, уже там 2-3 года подряд. То есть у них уже роста нет. Как сейчас и китайская начала стагнировать. Да, вот японская экономическая что-то случилась, они что-то сделали, все. Китайская экономическая что-то случилась, что-то сделали, сейчас все, к сожалению. А у американцев все, пока еще все в городе, 5% рост экономики. Я надеюсь, что на фоне этого мы посмотрим и сможем увидеть какие-то дальнейшие красивые миссии. А вот, еще, вот такая табуретка летающая. Мне не смогу его его иначе назвать. В общем, оно похоже на какой-то ящик. На самом деле, это очень интересная перспективная вещь. NASA разрабатывает, SpaceX участвует. Его запустят, по-моему, на Falcon. Вот, в общем, это гидроксиламино-нитрат. В общем, я не могу говорить такие длинные слова. Я написал плюс 50 к теге. Это означает то, что тяга у двигателя на этом компоненте топлива. Вообще, когда мы планируем какую-то миссию, нам бы желательно хорошее топливо залить в бак. Но, чем лучше топливо мы выберем, тем у нас энергоэффективнее будет миссия. Тем дальше у нас мультитепарат, тем сложнее задача он выполнит. Если мы стартуем с земли, то нам лучше заливать кислород, как окислитель, и керосин обычный, как, соответственно, топливо, как горючее. И при соединении этой пары кислород к керосину мы получаем самый эффективный наземный старт. Самый эффективный. То есть первая ступень должна быть кислород к керосину обязательно. Почему? Потому что если мы сделаем эту первую ступень на водород кислород, баки, как делали энергии. Кстати, там у энергии, знаете, были четыре боковых ускорителя. Это каждый боковой ускоритель, это ракет-носитель «Зенит». Вот. У энергии. Наши буран. И он был на кислороде керосине. А основной бак, вот эта вторая ступень энергии, она была кислород-водород. Она, кислород-водород, эффективен на второй ступени. Когда у нас уже гравитация, ну, когда у нас уже нет такой сильного действия гравитации, не то, что гравитация действует, конечно, но мы летим не так, да, вот как ракета стартует. Ракета стартует так, да, прямо, а потом чуть-чуть поворачивается, под углом начинает лететь. А вообще, желательно бы вообще ракету так запускать, да. Но, к сожалению, мы так не можем запускать ракету, потому что у нас что? У нас атмосфера решает. У нас очень высокое будет радио динамическое сопротивление. Ракета просто сгорит. Соответственно, ракету запускает так, чтобы лобовое сопротивление было наименьшее. Да, потому что атмосфера не такая толстая, да, сколько там у нас? Да, там, до 100 километров у нас плотные слои, потом все. И ракета вот так вот 9 минут летит. То есть она начинает лететь так, потом на 10 секунде немножко разворачивается, гравитационный разворот, и начинает так лететь вот уже. Хотелось бы топливо такое, чтобы оно было очень эффективное. Вот это топливо, которое гидроксиаламина, нитрат, оно эффективнее, чем гидрозин. Гидрозин самый эффективный топливо на данный момент. К сожалению, гидрозин очень токсичен. То есть если вы уловили запах гидрозина, вы все, можете прощаться с жизнью адекватного человека, потому что он действует на мозг и нервную систему. А вот это топливо при сгорании не выпрасывает атмосферу ядовитые газы. Соответственно, вы можете использовать топливо как экологичное, более экологичное. Соответственно, вот этот аппарат называется Green Propelling Infusion Mission. То есть зеленые технологии приходят даже в космос. Вот знаете, да, ракета Ангара, чем она славится, тем, что у ней абсолютно экологичное топливо. Это пара кислород-керосин. На самом деле, эта пара кислород-керосин, она у нас, честно, на памятных времен идет. РСМ на ней стартовала, да, на этой паре. И, соответственно, но аппарат, к сожалению, на МДМГ стартует. Это МДМГ плюс АТ4. То есть это у нас несимметричный гидрозин и азотный тетрексид. И, соответственно, эта пара, она очень вредная. Я видел фотографии, как в Китае первую ступень дети облюбовали упавшую, в Китае первую ступень, а эта первая ступень летела на асимметричный гидрозин. Это очень опасно. Если там топливо осталось где-то, жидкое, то это очень вредно, потому что получается нервное заболевание от дыхания этих паров. А гидрозин сильный лучше, а кислород-керосин? Ну, вообще, по энергоэффективности, да. То есть у них выход лучше. Тяга будет больше. А это монотопливо получается? Мона, да, вы правы, моно. То есть это топливо не нужен на кислитель. Он сам икислитен. И это как-то для старта Земли? Нет, это не для старта Земли. Это для космических кораблей. Вот, допустим, для Дрэгона, который планируется... Я просто рассказывал о топливе в общем. Я так скажу, что у нас уже вторая часть, да? Я сейчас закончу. Давайте вопрос после окончания. А вот, у нас напоследок. Все, одна штука осталась. Сейчас. Вот интересная миссия планируется. Знаете, Фобос Грунт? Печальная история. Американцы тоже хотят сделать такой Фобос Грунт. Но, к сожалению, это не Фобос Грунт, а эта миссия будет по изучению спутников Фобоса и Дейбоса, Марса. Еще, знаете, да, Элон Маск планирует высадку на, по-моему, на какой-то там, то ли Фобос, по-моему, на Фобос планирует высадку. Станавка. То есть это вообще такой интересный проект. Посмотрим, что у них получится. На самом деле, я не верю. Вот. Вот американцы такой проект планируют. То есть они хотят обогнать нас, можно сказать. Потому что все-таки приоритет за исследованием Фобоса и Дейбоса в большинстве было у Советского Союза, да и у России попытки были. Хотели мы исследовать. Если сейчас вот американцы успеют эту сделать миссию, то наш Фобос Грунт-2, который планируется в 22-м году начать, готовить его к старту, уже смысла не будет в этом, к сожалению. Вот такие вот дела. Вот на этом, наверное, у меня все. Вот так, все. Последний слайд, как я обещал. Спасибо.